Всем привет дорогие друзья! В этом видео вы узнаете какие обновления настигли нас в 403 обновлении iCup карты. С вами я Xenazos и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите здесь Dota Forum, потом заходите в раздел Разработка. Смотрите, вот Dota Разработка. Сюда заходите и тут есть вот такой список изменений. Нажимаете сюда и самая первая вот эта вот ячеечка изменения iCup Dota EH685 позволит вам узнать все изменения, которые у нас были на картах. Вот 333 эти изменения, 361 и так далее. Листаем в самый низ и тут то, что нам именно необходимо. С 390 карты у нас тут поменяли на самом деле много чего. Блодстоун теперь можно будет продавать, но не суть. Нам нужно именно 403 обновление. И сейчас мы его будем читать. Находим iCup Dota 390-403 и смотрим. Изменения у нас, как говорится, настигла Слардара. Слардар теперь амплификация демоджа, длительность 25 секунд на всех юнитах, больше не автокаст. Соболезную тем, кто пользовался ультом Слардар на автокасте. Спринт. Спринт теперь имеет визуальный эффект. Визуальный эффект, как в 83-й карте, помните, был визуальный, но на 85-й карте почему-то визуального эффекта не было. Obsidian Destroyer у нас теперь имеет на Аркан Орбе монокост в 100 единиц маны с каждым уровнем. То есть у вас независимо от уровня прокачки. Это жестко. На Рикимару сделали очень приятную вещь. Первый момент инвизибилити, регенерация хп от инвиза теперь отображается на панели. Это очень удобно, и сейчас поясню почему. Добавлены общие правки по отображению хп маны регенерации на панели. Знаете, чем вот эта тема удобна? Тем, что вы можете понимать, когда Рикимару зашел в инвиза, когда он еще не в инвизе. Когда у вас ультимейт, допустим, там первого уровня, да, там сколько там, 7-8 секунд файт тайма. И вы, конечно же, можете понимать, зашел он в инвиз или нет. По регенерации на этой табличке. Следующий момент. У Деника Тос, радиус Тоса исправлен на 275. Небольшое изменение. Рубик. Спеллстилл теперь не ворует активную способность от предмета Грифсы. Да Рубик вообще много чего ворует. И пассивку Баратрума, и книжку какую-то. Ну, немножко что-то пофиксили. Следующее. Фисты. Фисты. Фисты у нас немножко теперь пофиксили. Теперь наносят только 50% урона крипам. Это сделано специально, чтобы не багаюзили. И получалось так, чтобы по крипам там не вносилось огромное количество урона. Как багалось по 4700, по 4200 криты с определенными артефактами, какими я не буду звучать. Но не сует. Сноубол. Раньше сноуболом можно было закатить ультимейт Оракла. То есть Тускар мог засейвить ультимейт Оракла под окончание действия ультимейта Оракла можно было засейвить. Но сейчас это пофиксили, и это можно уже не пытаться обусть, потому что все равно ничего не получится. Файрфлай. На Батрайдера исправлен баг с вылетом игры. Вообще ни о чем не говорит. Урса. Ой, тут огромное изменение. Добавили целых две картинки. Зачем? Я не понимаю. Но не суть. Добавлена новая иконка на Овер Пауэр и Эзершок. Добавлена иконка также. Антимаг. У антимага теперь добавлена иконка Блинка. Вау, круто. Новая способность, сказал бы я, но я вспомнил, что я играю в Доту 1. Акаша. Шадл Страйк. Тоже добавлена новая иконка. Круто. Предметы. Теперь интересно по предметам. Следующий моментик. Это Мажолнир. Активную способность статик чарж теперь можно развеять. Это вот эта штучка, которую накидываешь. Да, она там. Сама хреначит, когда кто-то кого-то бьет. Да, на ком это молния. Фейс Бутс. Исправленное взаимодействие с превращениями юнитов. Наконец-то. За эту тему вообще кто-то хотя бы что-то сделал. И исправили багаюз фейзов. Да, наконец-то. Пофикшено. Отлично. Теперь. Пауэр Трэдс. Сделаны правки по сборке. Это понятно. Сделаны правки для продажи предметов двойных типов. Мели и Ренш. А это значит что? А это значит что багаюзеры Пурман Шейлда сосат. Вот что это значит. До свидания, дорогие друзья. Вы теперь сосат. Как это? Заходят на стриме и говорят. Хен, а что там новое обновление? А ты слышал Пурман Шейлд? Все, не побагать не получится. Все. Имхан не помог, пацаны. Так что все. Пурман, вы больше не побагайте на базе через круг силы. И до свидания, как говорится. Спасибо, Айкап, что вы это попиксили. Причем довольно-таки быстро. Этот баг я узнал три месяца назад. Сегодня вот. Девятое число. Июня я узнал это еще где-то, по-моему, к концу марта. И тогда еще знал, что это будет очень жестко. И только сейчас, вот за неделю до выпуска обновлений, за неделю до выпуска этого видео, все начали это юзать. Не по моей вине. Просто ребята сами уже нашли. Я ни о ком. Мне никогда не говорят такие баги. Один раз помню, был баг на СФ, и я сказал про неуязвимость. Ого, полайкапа, потом бегала неуязвимая, и все кричали, какой хен плохой. Это меня научило, и после этого я ни единое видео с такими жесткими багами не выкладывал. А те, кто говорят, что выкладывал, сосат. До свидания. Сделаны правки по продаже предметов после разборки-сборки. Теперь нельзя продавать предметы за фулл прайс. Но можно по механике игры. Образно, если вы берете сапог. Второй сапог. Левая и правая нога. Понимаете, да? И вам один из этих сапогов не нужен. Просто апните его по ЛКМу в ПТ и продайте. Это будет считаться механикой игры. Поэтому, ребятки, это не опусто. Следующее, что у нас тут есть. Общее исправление. Исправлены команды ICD-ON и ICD-OFF. Отключение красного КД на ИТМах. То есть, помните, вот эти циферки вонючки. Они постоянно моросят. Их можно написать ICD-ON и ICD-OFF и, конечно же, отключить. Исправлено время сообщения в чате. Мне это абсолютно не нравится, обновление. Вообще не понимаю, зачем оно. То есть, вот эти вот туда надписи в чатике. Ну, справа все вы прекрасно видите. И исправлено отображение КД. Исправлено отображение КД. Там, видите, вот эти 5, 9, 16, 58. Этим я тоже не пользуюсь. Не помню, какая там команда. Если найду, здесь напишу. Ну, окей. Ну и, в принципе, все. Вот такие вот у нас настигли. Настигли нас вот такие вот обновления в 400. Третьем, третьем обновлении, ребятки. Если вам было это полезно видео, конечно же, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Следите за последними новостями. Ну и, в принципе, все. С вами был Ксаназос. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok